Главным критерием эффективности понимать, что все прошло удачно и успех есть, это достаточно взглянуть на детей, которые на сегодняшний день и счастливы с одной стороны, и слезы на глазах, потому что не хотят прощаться. Вот это для нас самое главное было, что дети почувствовали себя здесь, как дома, в природе, с нами, со всем коллективом фильма «Некопарк», привыкли к животным, уже есть свои любимцы, уже есть свои животные, которые нуждаются в них, узнают. И вот это один из главных критерий их социальной адаптации в дальнейшем, за счет чего она происходила полуэтапно. В нашей работе мы использовали в основном анимал активити, это деятельность с помощью животных, а также с элементами анималотерапии. Старшие детки ходили, у них были основные локации, это добрый дом, и где они помогали животным, бездомным, учили их социализировать, что помогало им потом полученные навыки приносить в жизнь. Их задачей было приучить животных к ласке, не бояться человека. Они строили дом для собак, то есть они построили своими руками две будки. Также была задача, они работали в питомнике, в котором содержатся собаки-терапевты. Их задачей было дать нашим собакам-терапевтам, которые участвуют в каниц-терапии, с детками с особыми потребностями, свободу, отдых, развлечения. То есть они с ними игрались, они их погуливали, они с ними бегали, они с ними играли в различные игры, то есть давали собакам необходимую активность и подвижность. Также они работали на конюшне, они знакомились с профессией коневода, с профессией тренера, с профессией конюха, и после этого уже катались на лошадях, которых сами же и подготовили к этой активности. Малыши наши ходили в контактный дворик, они ходили к кроликам, на кролика-ферму, на пони-ферму, они катались, они были катания на фаэтоне и катания на осликах и на пони, то есть у них была такая анималотерапевтическая активность полным ходом. Для того, чтобы разнообразить количество этих профессий, мы приглашали специалистов дополнительных профессий, дополнительных таких вот направлений, которые отличаются от нашего направления. Например, как тренинговый центр, который показал ребятам понятие домедычной допумозе, которое направлено на то, чтобы уметь правильно оказать помощь человеку, при этом не навредить. И где эта грань тонкая между врачебной помощью и домедицинской помощи. Ребятам очень понравилось это, они многое узнали, с многим справлялись самостоятельно, но тренировка есть залог того, что, не дай бог, в экстренной ситуации дети все равно смогут справиться. Также мы приглашали специалиста из МЧС, который показал ребятам школу выживания, и как реагировать в экстремальных ситуациях, или ситуациях, которые требуют от них больше смекалки. Там они научились и ориентироваться в лесу, и переходить разные барьеры, и устанавливать палатки, и ставить гамаки, и много-много интересного, что было в контексте игры, но принесло им много знаний. И эти знания, они не уйдут, если они появились, они бесследно не пропадут. Мы думаем, что капля за каплей, которая наполняла в течение месяца каждого ребенка в данном лагере, останется с ними навсегда. Ну, впечатления самые позитивные. Во-первых, дети стали немножко мудрее, дети стали немножко спокойнее, общительнее. Мы увидели некоторые прогрессивные тенденции в некоторых детей, которые раньше вызывали у нас какую-то обеспокоенность. Мы видим, что мы идем в нужном направлении, потому что общение с природой, общение особенно с бездомными животными, кошками, собаками, они нам показали, что наши дети имеют такие чувства, как сочувствие, жалость, справедливость. Вот. Они увидели в этом лагере, ну, наверное, то, что иногда не видели у себя в семье. Вот. Это, в первую очередь, это внимание к ним, это доброе, хорошее отношение. Вот. Это мы даем, пытаемся в полной мере восполнить у нас в центре. И то, что мы проводили здесь эти мероприятия, это нам очень помогло. Это то, что сделали ребята, это тот путь, который они прошли. И, как я уже говорила, простого пути к счастью не бывает. Ребята прошли этот путь, и поэтому сегодня они осознают и всю полноту победы своего, пребывания в Фельманной Капарке. И они очень много целей выполнили. И горечь расставания. К сожалению, это тоже присутствует в жизни. То есть мы прожили такую маленькую, мини-миниатюрную жизнь взрослого человека. И с профессиями, и с ссорами, и с переживаниями, и с терпением, и проявлением любви, и прощением, безусловно. Поэтому результат, я думаю, достигнет. Мы планируем и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Оно очень плодотворно влияет на морально-психическое состояние наших детей. И надеемся, что в будущем такие встречи будут системными.